Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня проведем лекцию по дисциплине теоретическая механика. Тема лекции первой недели – это «Общие понятия, аксиомы, статики». Для начала следует отметить, что статика – это общее учение о силах без учета изменения движения тела, связанных с ними. И статика также изучает законы относительного равновесия материальных тел по действиям, приложенных к ним сил. И основными понятиями, которыми мы будем в дальнейшем пользоваться – это понятие «О силе» и «Об абсолютно твердом теле», так как выводы статики относятся к «Абсолютно твердому телу». Действия окружающих тел на данное тело, результатом которых является изменение движения данного тела, называются «силами». И сила охарактеризуется определенной величиной, направлением и точкой приложения, как вы помните из курса физики. Сила также – это величина векторная. И совокупность сил, действующих на тело, называется «системой сил». Если данное тело под действием системы сил находится в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, то такая система называется уравновешенной. И разберем понятие «Абсолютно твердого тела». Это такое тело, расстояние между каждыми двумя точками которого при всех условиях остается неизменным. То есть «Абсолютно твердое тело» всегда сохраняет свою геометрическую форму и размеры. И «Абсолютно твердое тело» – оно как бы нереальное, то есть является абстракцией. Но просто его очень удобно применять. Здесь так же, как, например, в «Молекулано-физике» применяют идеальный газ. То же самое здесь «Абсолютно твердое тело». Как я говорил, оно является абстракцией абсолютно твердого тела, так как в природе, конечно, все тела, они являются деформируемыми. То есть подвигаются деформацией. Что деформация? Да, растяжение, сжатие, да? То есть изменение размеров тела, объема тела. Данное допущение, оно упрощает, одним словом, решение задачи без ущерба для точности. И вот я сейчас переключусь на демонстрацию экрана, чтобы уже аксиомы статики. Вам было лучше это видно. А1, первая аксиома. Абсолютно твердое тело может находиться в равновесии под действием двух сил тогда и только тогда, когда они равны по величине и действуют по одной прямой противоположной стороны. То есть получается противоположной стороны, но по одной линии, да? Либо они действуют как бы наружу, да? F1 и F2, либо они уже как бы эти силы направлены вовнутрь. Вторая аксиома – это кинематическое состояние абсолютно твердого тела не изменится, если приложить к нему или отнять от системы сил, которые действуют на него, уравновешенную систему сил. И как следствие, кинематическое состояние абсолютно твердого тела не нарушится от перенесения точки приложения силы в любое положение вдоль линии ее действия. То есть получается, если на рисунке, на схемке, да, получается вот, допустим, сила F1 и F2 в противоположную сторону, да, действует в точке B, но также эту силу, допустим, можно перенести вот вдоль этой линии, ну, как продолжение, да, этой силы вот здесь вот. И вот здесь мы приведем доказательства. Данная сила F, прибавим к ней уравновешенную систему сил F1 и F2, вот эти две силы. Причем F1, он равен F2 и равен F, а так как F и F2, они равны по модулю и противоположны по направлению, как вот здесь нарисовано, их можно отбросить. Таким образом, осталась только сила F1. И вот две системы сил, это приложение к абсолютному твердому телу, сокращенно мы будем называть АТТ, да, называется статически эквивалентными. Если одну систему, можно заменить другой, не нарушая кинематического состояния это тело. И если система сил эквивалентна одной силе R, то сила R называется равнодействующей. И замена системы сил, их равнодействующей, называется сложением сил. Третья аксиома. Равнодействующая от двух сил, которые приложены к одной точке тела, приложена в той же точке, при этом направлена по диагонали параллелограмма, как здесь нарисовано, построена на слагаемых силах, в данном случае F1 и F2. И по величине определяется длиной этой диагонали, длиной вот этой диагонали, да. То есть получается, здесь можно F1 перенести вот сюда, получается, как бы геометрическое сложение сил, да, F1 и F2. Здесь, это R, это результирующая сила. И последствия этой аксиомы, это равнодействующая от двух сил, направленных под этой прямой, равна алгебрологической сумме этих сил и направленной под этой прямой. Следствие второе. Всякая сила R, вот эта сила R, может быть разложена на две силы. Вот на две силы, по правилу тоже параллелограмма, да. Вот сила и вот сила как раз дает результирующую силу. Из закона равенства действия и противодействия следует, что внутренние силы образуют уравновешенную систему. Четвертое аксиома. Два тела действуют друг на друга силами, равными по модулю и направленными в долю одной прямой, в противоположную сторону. Пятое аксиома. Это так называемый принцип отвердевания. Равновесие деформированного тела, которое находится под действием системы сил, не нарушится, если тело считать отвердевшим, то есть абсолютно твердым. Ну это понятно, да. И следующую по тему мы разберем это связи и их реакции. Аксиома связи. Всякое твердое тело, которое может занимать произвольное положение, в пространстве называется свободным. Ну это понятно. И если же на тело наложены условия, которые ограничивают свободу его перемещения, то тело называется несвободным. А условия, ограничивающие свободу перемещения, называются связями. И можно считать, что эффект действия связи такой же, как и действие сил. При этом силы, с которыми связи действуют на рассматриваемое тело, называются реакциями связи. И при этом следует указать, что величина и направление реакции связи зависит от действующих сил. Поэтому они являются пассивными не силами, а задаваемой силой активными. Ну здесь вот мы приводим на схемки. Вот три. Это схемы. Это опора, шарнир и гибкая связь. Опора. В данном случае это балка. Она упирается двумя точками на две стороны. Это в точке С и в точке А. Балка упирается. НС это реакция опоры. Реакция опоры в эту точку направлена в эту сторону. В точке А реакция опоры направлена в эту сторону. То есть, вообще реакции, они перпендикулярны поверхностям, на которые они действуют. Перпендикулярны. Вот. П это вес этой балки, да? Ну, это по центру. Здесь центр балки нарисован. И получается, вот в этом месте он упирается уже двумя концами. Уже точка Б здесь. И в точке Б тоже своя реакция опоры, тоже перпендикулярна вот этой поверхности. Ее уже мы обозначили за НБ. То есть, три реакции опоры. Шарнир. Вот. Шарнир тоже вот П. Это центр, да? Может, центр веса. И тут тоже это реакция опоры. Ну, здесь разделили реакцию опоры по оси Х и по Си. А это как бы равнодействующая Р. И гибкая связь. Тело висит на нити, да? Нити закреплена или, скажем так, шнур. Ну, любое такое вот, такое растягивающее. Где есть силы натяжения, которые вот в данном случае, они обозначены ТС и ТБ. И сила натяжения, она всегда противоположна силе весу, да? Или силе тяжести. Это вот вес. И как раз вот, если тут два, как бы, два натяжения, две силы, да? Вот. Это в точках В и С. Они направлены как раз в точках В и С, в точках крепления этих нитей к стене. Аксиома связи. Не изменяя кинематическое состояние твердого тела, каждую связь наружную на тело можно отбросить, заменив ее действие силы реакции отброшенной связи. Эта аксиома, кстати, позволяет рассматривать тело уже как свободное, но которое находится под действием как активных, так и реактивных сил. И система рассмотрит систему сходящихся сил. Пусть имеем систему сил F1, F2 и до F с индексом N. Здесь вот на рисунке на тело, получается, действуют разные силы, да? Которые направлены в разные стороны, да? Но линии действия, которые пересекаются в одной точке О. И такая система сил называется сходящая. Сходящая, потому что она как раз исходится, сходится в точке О, да? Имеет общую точку, можно сказать, схождения. Перенесем все силы в той линии их действия, в точку О, то есть заменим ее другую систему сил, приложенную в точке О. Все силы можно заменить равнодействующей. При этом условие равновесия твердого тела под действием такой системы сил, а именно для того, чтобы твердое тело, находящее под действием сходящая система сил, было в равновесии, необходимое достаточно, чтобы равнодействующее этих сил, оно равнялось нулю. То есть, ну, это еще с курса физики, да? Это общеизвестно, что если тело, оно в состоянии равновесия, неподвижности или равномерного движения, получается, что сумма сил, оно равняется нулю. И вот здесь, в следующей схеме, геометрическое условие состоит в том, что силовой многоугольник должен быть замкнутым. Получается, что в данном случае, получается, что вот эти вот четыре силы, которые вот здесь, они поочередно действуют в педвенекулярные стороны, и уже последняя, она замыкает начало первой силы, да? Вот. Здесь сумма сил также представлена, как равнодействующая, равняется нулю, так как эта система находится в покое. И для равновесия системы сходящей силы необходимо достаточно, чтобы сумма проекции всех сил на каждую из трех координатных осей равнялась нулю. Ну, то есть, здесь также взяты три координатные оси, ось Х, ось У, ось З, и все они равны нулю, то есть равнодействующая оттуда каждая оси равняется нулю. Если все силы распоряжены в одной плоскости, Х, О, У, то сумма сходящей силы равно нулю. И вот задача, в которых число неизвестных не превышает число уравнений равновесия, называется статически определимыми. Если число неизвестных превышает число уравнений, то статически не определимы. Например, для системы, изображенная вот на данном рисунке, можно составить только два уравнения равновесия, так как система сил плоская, а неизвестных три. То есть, получается, ТА, ТЦ, как я ранее говорил, это силы натяжения нити, да? Вот, ТБ, ТЦ и ТА. А АП – это вес самого тела, да, груза в данном случае. Дальше теорема о трех силах, в данном случае F1, F2, F3. Если твердое тело находится в равновесии по действию трех непараллельных сил, лежащих в одной плоскости, то линии действия этих сил пересекаются в одной точке, то есть они пересекаются в данном случае в точке О. Перенесем силы F1 и F2, вот эти две перерегулярные силы, вдоль линии их действия в точку О, в соответствии с аксиомой А2, которая ранее была высказана, да? И по аксиомии 3 сложим эти силы, так как тело находится в равновесии, то из первой аксиомы следует, что F1, F1, которая является равнодействующей силы F1 и F2, она равна по величине, что и F3, так как система находится в равновесии, но противоположно по направлению, да? И лежат на одной прямой. На сегодня лекция закончена. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.